Всем привет! С вами снова я, Света. Обычно я показываю тренировки для тех, кто имеет уже какой-то определенный стаж, да, в занятии. Но сегодня мы с вами посмотрим тренировку для тех, кто только-только оказался в стенах спортивного зала. Начинаем мы нашу тренировку с того, что выполняем два упражнения в суперсете, это гиперэкстензи и скручивание на наклонной скамье. Почему я считаю, что упражнение входного палетина в суперсете? Так как работают мышцы антагонисты, да, то есть там, где у нас растягиваются длинные мышцы спины, то мышцы брюшного пресса сокращаются и наоборот. Необходимо также понимать, для чего мы выполняем упражнения, а именно для того, что эти мышцы работают у нас как стабилизатор, да, в многих упражнениях. Это наш мышечный корсет, который необходимо укреплять. Упражнение гиперэкстензии мы выполняем с определенной техникой. То есть мы встаем в тренажер, пяточки ноги под валики, опускаемся вниз и выходим наверх в одну линию, то есть линия корпуса с ногами должна быть одна. Стараемся не перегибаться слишком сильно назад, чтобы не травмироваться, особенно если человек работает с весом, да, с каким-то определенным, то есть берет дополнительное отягощение, то риск травмироваться очень высокий. Также, наверное, очень интересная информация будет для девушек, то, что упражнение гиперэкстензии, также хорошо работает бицепс бедра и ягодичный, поэтому девушки не боимся, приходим и делаем это упражнение. В зале это не так страшно, как может показаться со стороны. Все с чего-то начинали, и вы тоже можете с чего-то начать, а именно с этих двух упражнений. Очень часто я вижу, как довольно простое упражнение, да, скручивание на кланском и выполняется с ошибками, а именно мы опускаемся слишком низко, то есть мы выпрямляем поясницу. Ну, в принципе, если подумали, а что в этом страшного, да, подумаете вы, хотя нет, это страшно, потому что у нас там, получается, начинают работать длинные мышцы спины вместо пресса, поэтому мы не ложимся полностью, а выполняем это упражнение именно в верхней части амблютуда. Когда я только начинала тренироваться, меня тренер всегда заставлял делать эти упражнения, объяснял, что это надо, надо, но я так и не понимала, для чего я это делаю. Ну, понимала, что надо и делала. Сейчас я могу сказать большое спасибо, так как упражнения, где эти мышцы работают как стабилизаторы, они умеют переустают в этих упражнениях в последнюю очередь. Ну что ж, мы сделали три подхода, поэтому теперь мы готовы к основным упражнениям. Ну что ж, мы должны немножко размять, разогреть наши суставы, поэтому первые два подхода мы выполняем собственным весом. Ну что ж, теперь мы сделаем председание с ганделью. Моё рабочее место уже готово. Что ж, приступим. Многие девушки избегают председаний, потому что боятся силовую раму. И если даже, допустим, штанга лежит на полу, то надо очень сильно постараться, чтобы перебросить её на плечи. Поэтому, как альтернатива, хорошо делать председание с ганделью. Но это даже не главный плюс, а главный плюс его будет в том, что мы избегаем осевую нагрузку. Наш мышечный кортик ещё не укреплён полностью, поэтому отличная альтернатива, повторяйте, это председание с ганделью. Уже предвижу вопрос, зачем у меня длины стоят под пятками, поэтому спешу объяснить. Ставим мы для того, скажем так, даже все ставят, кому это необходимо. То есть, не всем гибкой стопы позволяет садиться довольно низко и при этом держать ровно спину. Допустим, лично мне гибкой стопы не позволяет, поэтому я ставлю именно по 2,5 себе под пяткой. Также хотела бы сказать немножко о технике выполнения упражнения. Мы должны садиться сюда с прямой спиной, таз отводим назад, пятки мы не отрываем. Также необходимо не переваливать вес корпуса вперёд. За счёт этого мы обещаем нагрузку на спину, на длинные мышцы спины. Но нам же не это необходимо, а нам необходимо, чтобы работали наши ножки. Выполнять это упражнение мы начинаем с двух подходов по 12-15 повторений с собственным весом. Потом переходим к основному весу. Мы делаем три основных подхода на 12-15 повторов. Но мы выполняем так, подбираем вес так, чтобы мы могли сверху сделать ещё дополнительно пару повторов. Отдых между подходами должен составлять 1,5-2 минуты. Старайтесь не загуляться, не заболтаться, то есть ходите болтать по телефону между подходами. И думая, что вы отдыхаете недолго, это просто время окажется, что так быстро летит. Вам надо почувствовать именно ритм тренировки, её темп. То есть настроиться именно на саму тренировку. Ну что ж, переходим на следующее упражнение. А сейчас мы с вами сделаем жим ногами. Ну что ж, расскажу немножко о технике выполнения. Ноги поставим на платформу. Чуть шире ширины плеч. Снимаем тренировок. Опускаем вниз. Стараемся опускать до того момента, пока у нас не отрывается поясница и копчик. И выжимая вперёд, колени полностью не выпрямляем, чтобы снижать грузки в коленном составе. Также колено мы не выпрямляем, потому что многие новенькие, кто только-только начинает делать упражнение, банально полностью расслабляется в верхней точке амплитуда. А мы должны постоянно держать нагрузку. Выполняем упражнение плавно, размеренно, то есть вниз мы вес не бросаем и наверх мы выжимаем тоже спокойно. Держим определённый темп тренировки и темп выполнения упражнения. Это упражнение мы выполняем в четырёх подходах, то есть первое мы делаем разминочный, без веса. Ещё три делаем с основным весом, по 12-15 повторов каждый подходит. Я рекомендую эту тренировку выполнять именно в той последовательности, упражнение в той последовательности, которую показала я. Так как начинаем мы всегда с небольших весов, мы выстраиваемся, понимаем свой организм, реагируем, не реагируем, легко, тяжело. А потом уже от тренировки и тренировки мы постепенно, постепенно повышаем веса, за счёт чего увеличивается эффективность тренировки. Я показываю вам довольно лёгкую тренировку. Мои тренировки сейчас немного другие, так как я готовлюсь к новому сезону, к новым чемпионатам. И среди них будет турнир, на который меня пригласил Александр Вишневский. Проходить он будет в городе Киров 30 марта. Александр уже устраивал раньше такой турнир, год назад, по-моему. И я наслышана о нём, я наслышана о том, сколько народу приходит этот турнир поболеть, посмотреть. Какая хорошая организация, насколько приветливые люди, все готовы всегда помочь, подсказать. И я на себе хочу прочувствовать вот эту атмосферу, поэтому я еду туда. На этот турнир также приедет известный бодибилдер из Америки, это Виктор Мартинес. Я думаю, это стоит посмотреть. Так что приезжаем, смотрим, болеем. Увидимся в Кирове. Ну что, последнее упражнение у нас, это опять-таки суперсет, опять-таки выполняет пары. Это разгибание и сгибание ног. Мы с вами успели выполнить несколько основных наших базовых упражнений. И в конце тренировки можно поработать более изоляционно, да, скажем так, отшлифовать наши мышцы. То есть, допустим, да, тренажерное разгибание, которое мы выполняем здесь, работает у нас именно квадрицепс. А на сгибаниях лежа работают бицепс бедра. Упражнение стоит выполнять также по 12-15 повторов. Не гонимся за весами, так как здесь работа больше идет на закачку на пампинг. Надо не забывать, что тренажер нужно настраивать под себя. А именно, мы регулируем спинку сидения таким образом, чтобы у нас поясница не отрывалась. Когда садимся, наши колени должны оказываться напротив оси. Валик должен находиться на сгибе голеностопного сустава. Ноги мы всегда опускаем медленно, для того, чтобы они всегда были под напряжением. Садим, чтобы груз не бился. Так как если груз бьется, значит, пропадает нагрузка в наших ногах. Значит, мы делаем что-то неправильно. Опять-таки, немного о технике расскажу. Располагаемся мы так, чтобы колени у нас не лежали на скамейке. И валик находился чуть выше пятки. Тогда, когда мы поднимаем наверх, валик не должен скатываться на пятку. Не пугайтесь, если у вас здесь напрягаются икры. Это вполне нормально, так как вы начинающий. Но чтобы уменьшить это напряжение, стараемся не напрягать икры сами. И не тянем носок ни от себя, ни на себе. То есть, максимально расслабляем голень. Закончим нашу тренировку. Легкая кардионагрузка минуток на 15. Ну что ж, это была тренировка «Новый начинающий». Теперь вы знаете, с чего можно начать вашу тренировку. Каждый понедельник выходят ролики по фитнесу. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Все, до новых встреч. С вами была Света. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok